Митя, не мешай, я подсматриваю, кого там из девочек выбрали. Не хочу, чтобы Уляша была вместе с Давидом. Ну чего ты меня дергаешь-то? Митя? Это для меня? Ты гений, но как мне отделаться от этой красной краски? Есть идеи? Давид, надевай маску и пойдем в центр сцены. А представьте, он будет с Ульяшей. Вообще-то Ульяша моя жена. То, что она твоя жена, не означает, что у вас любовь настоящая. И мы прекрасно знаем, какая у вас любовь. Самая настоящая, понятно? Мальчики, мальчики, не ссорьтесь. Давид, пойдем. Витя, стой здесь. Присаживайся, Давид. Все, не видишь ничего? Нет, я ничего не вижу в этой маске. Ну и отлично, я пошла к девочкам. Маришенька, твой выход, давай я тебя отведу. Я не хочу идти. Но почему? Просто первый как-то не очень. Хочется подольше поучаствовать, а тут я пройду и все. Или кое-кто боится неизвестности. Глупости. Я не боюсь. Просто хочу пойти, например, третий или четвертый. Но ты ведь всегда первая. Ой, кто бы говорил. Сиди и молчи. Я-то буду молчать. А ты вот скоро начнешь чесаться из-за вшей. Если ты не хочешь сейчас идти, тогда пойдет, допустим, Леся. Хорошо. Давайте передадим маску Лесе. И сейчас тебя посажу в центр. Так, тихонечко. Отлично. Все могут выйти и посмотреть, кто сидит в центре сцены. Но не подсказываем, иначе сниму баллы. О, нет, это же Давид. Я должна была сидеть с Давидом. Это не честно. Лохушка упустила возможность поцеловаться с тем, кто тебе нравится. Парни, а кто это? А, это Леся. Она из нашей группы. Интересно. Итак, вопрос к девочке. Поцелуешь ли ты в щечку того, кто сидит рядышком с тобой? Или просто обнимешь? Я выбираю... Париша, что мне делать? Спроси у своей лучшей вшивой подруги. Сестра, у меня трагедия. Он вот-вот поцелует эту кильку. Мне нужна поддержка, а не осуждение. Но пока ты не извинишься, что была неправа, я не стану тебе помогать. Поцелуй щечку. Надо что-то срочно делать. Я не могу допустить, чтобы эта килька поцеловалась с Давидом. Дядя, здрасте. Можно я возьму ваше ведро? Нет! Что случилось? Я... У меня теперь вся одежда из-за тебя мокрая. И еще ты помешала мне поцеловаться с Давидом в щечку. Я не мешала, ты сама сняла маску. Нет, помешала. И облила меня водой. Она права. Ты меня напугала, если честно. Или тебе нравится Давид, и ты просто не хотела, чтобы мы с ним поцеловались. Мне? Он мне не нравится. Но ты сама говорила, что я тебе нравлюсь. Это в прошлом. Ты мне больше не нравишься, понятно? Не знаю, что я тогда в тебе нашла. Но тогда зачем ты нам помешала поцеловаться? Ну, огне слепили, и мне показалось, что маска загорелась. И я хотела помочь потушить пожар. Вот и помогай. Не буду больше думать ни о ком. Все равно не ценят. Можно мне провалиться. Дети, сейчас забираем свой сонник. Это у нас молоко с печеньем. И отправляемся по комнатам. Но у меня еще к вам вопрос. Кто-то испортил мою одежду красной краской. Признается ли кто-то? Воспитательница, у меня вопрос. Если ваша одежда находится в комнате девочек, то, возможно, это кто-то из девочек. У нас есть алиби. Мы все время провели в салоне красоты, испорченный ты бургер. Да, у нас есть алиби. А стой, да. Алиби – это доказательство твоей невиновности. Воспитательница, да, Вить, я знаю, кто это сделал. Это сделал Давид. Только не выдавайте меня. Вить, нельзя так просто обвинять человека. А вы проверьте его рюкзак. У него есть красная краска. Откуда ты знаешь? Так он мне сам рассказывал, когда мы обсуждали, какие вещи брать в поездку. Он такой, а я возьму краску красную. Сможем порисовать, если что. Тогда зачем он это сделал? Не такой добренький, каким кажется. Я считаю, что его нужно наказать и не пускать в поездку. Но, Вить, именно и пропуска уже готовы. В поездку он по-любому поедет. Просто придется мне с ним поговорить. Что значит пропуска готовы? Так отмените. Он не заслужил. Вить, спасибо, что сказал. Я завтра с ним обязательно поговорю. И не выдам тебя. Значит, вот как, да? Ну хорошо. Дети, подходим, забираем молоко и берем печенье. Субтитры сделал DimaTorzok Так, дети, кто не взял молоко с печеньем? Митя, возьми за меня. Я не хочу светиться в капюшоне. Митя, ты подошел сам? Вот это ты молодец. Давай я налью тебе молочко. Держи. Что, Митя, что ты показываешь два? А, ты хочешь передать Вите? Спасибо, Митяй. Субтитры сделал DimaTorzok Это конец. Я сказала ему, что он мне больше не нравится. И чем я только думала. И правильно. Не надо говорить о своих чувствах, иначе простыдят. Будь сдержанной, и он сам прибежит. Возможно, ты права. Всегда меня поддержишь. Извини, Париж. А ты меня извини. Я еле выжила с этой селедкой. Она такая зануда. И завтра еще мы будем вместе в этой поездке. Вот бы она заболела и не поехала. Но ты будешь не одна. Во-первых, с тобой еду я. А во-вторых, там будет Фрэнк. Сделай вид, будто он тебе нравится. И вы типа встречаетесь. Пускай Давид захлебнется от ревности. Милая, а где ты пропадала? Я искал тебя на пляже, но так и не нашел. Странно. Но я тебя тоже не видела. В отпуск почти заканчивается. Давай завтра сходим в ресторан. А, завтра? Ой, я на массаж уже записалась. Думала, что ты опять работать будешь. Понятно. Но ты же ничего от меня не скрываешь, да? А что за странный вопрос? Нет у меня тайник каких. Почему вообще спрашиваешь? Я действительно много работаю. И не успеваю за всем уследить. Вот и волнуюсь. Что ж, доброй ночи. Неужели он заподозрил меня в измене? Дети, на завтрак у нас сегодня горячие тосты с яйцом. После приема пищи немного свободного времени и ко мне подойдет группа, которая должна забрать свои пропуска, чтобы поехать в поездку на аттракционы. Нет, Фрэнк, я возьму еще хлопьев. А я вот хочу попробовать конфеты. Все чисто, Мить, идем. Мить, ты не взял тарелку. Ой, Вить, а почему ты в капюсоне и в кепке? Я? Ну, жара, просто головной убор, чтобы не было солнечного удара, понимаешь? А, ну да, я это, забыл столовые приборы. Вить. Да. Я тоже забыла столовые приборы, можно за меня взять? Хорошо, тебе вилку, можно еще ножик. Я скоро. Вау, тут круто. Ого, а еще круче то, что мы с тобой вместе. Эм, наверное. Ходит тут со своей килькой. Ребята, мы будем с вами ходить вместе или поделимся? Я думаю, стоит держаться всем рядом, чтобы не потеряться. Согласна, только сейчас деньги с карты сниму. Фрэнк, тебе что-нибудь купить, милый? Я сам могу купить. Да брось ты, я хочу сделать подарок своему любимому партнеру. Ну, можно будет посмотреть, пойдемте на территорию. Смотри, какие забавные очки. Хм, ты такой смешной в них. А ну, пример эту кепку. О, прикольная. Фрэнк, ты такой красивый в этой кепке, давай тебе ее купим. А можно я примерю тоже очки? Конечно. А мне нравится этот флажок. Жалко только, я не взял никаких денег с собой. Да, я тоже ничего не брала. Ребят, я бы вам всем купила подарки, но мы особо не ладим, поэтому куплю только Фрэнку. Это же карта парка. Теперь мы точно не потеряемся. Можем разойтись и встретиться здесь через два часа. Да, согласен. Каждая пара сможет осмотреть парк и выскажет, где какие классные места. Фрэнк, тогда пойдем, милый. Ой, это не против, если мы здесь посидим. Я не хочу кататься на этих детских аттракционах. Полностью с тобой согласен. Блин, сколько-то смертные. Давид, мне очень нравится этот аттракцион. Он такой захватывающий. Блин, не успели. Согласен, а посмотри, какой вид сейчас откроется. Ну можно подождать, мы же уже следующие в очереди. Отсюда видно наш отель. А еще я вижу пляж, где продают мороженое. Ты уже пробовала здесь самое вкусное мороженое? Да, пробовала. Мне тоже понравилось. Я бы прокатился еще. Согласна, можно будет потом вернуться. А знаешь, я перехотела на этот аттракцион. Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Я побеждаю. Ну вообще, ты такая ловкая. Да, я победила. Выбирай любую награду. Признавайся, ты мне поддался. Что ты, я не поддавался. Просто мне попался достойный соперник. Хочу пострелять в автоматы водные. Да, я тебя уделал. Ха. Вау, ты молодец. А я вот проиграла. Игрушка моя. Держи, я взял тебе сахарной ваты. Спасибо, Джон. Ну а ты что? А че я? Не хочешь меня чем-нибудь угостить там, например, сахарной ватой? Ну, вообще у меня с поездки с отеля еще остались конфеты, только они немного размокли. Могу тебе дать. Ты же говорил, что богач. Почему не купишь что-нибудь здесь вкусненькое? Я не люблю тратить деньги, понимаешь? Я коплю. Можно вечно копить, а когда жить? Ой, ладно, куплю тогда сама нам. О, смотри, здесь акция. Обменяй игрушку на обед. Так весело покатались на аттракционах, Давид. Очень забавно. И с тобой так хорошо. Фрэнк, ха-ха-ха, перестань. Ну что, я вообще молчу. Ну ты такой милый в этих очках. Как хорошо, что мы тебе их купили. Очки, правда, классные. Ммм, как вкусно. Этем, а ты будешь свою сахарную вату? Нет, что ты, Фрэнк. Кушай, любимый. Давай я уберу за тобой. Фрэнк, дай мне свой мусор, я тоже его выкину. О, и ты здесь, а я вот мусор пришла выкинуть за собой и за своим любимым парнем. Вы с Фрэнком очень милые. Знаю. А не хотите с нами покататься? Ой, нет, с вами очень скучно вообще. Не путайся под ногами, а то тебе кишки выпущу. Ладно, не буду. Ты такая благодушная. Ты такая благодушная. Бе-бе-бе. А меня он совсем не замечает. Нужно же было ляпнуть, что я его теперь не люблю. И вынуждена скрывать чувства, играя с Фрэнком, которому на меня глубоко наплевать. Где он, кстати? О, да, просто облегчение. Эта, Мариш, тебе нужно в туалет? Они здесь очень чистые. Спасибо за заботу, Фрэнк. Мне так повезло, что со мной такой внимательный человек, как ты. Такой чуткий, милый, заботливый. И благодушный. Тогда я прокачусь на одном аттракционе и подожду тебя. Эх, нужно устроить какую-нибудь пакость для неё. Может быть, сталкнуть? Ульяша, пссс. Ульяш, открой. Ой, Вить, привет. Мить, привет тебе тоже. Ульяш, короче, у меня есть проблема. Ой, Витя, а кто тебя облил кетюпом? Это краска, и мне нужно её срочно смыть. Так это ты поклассил одежду воспитательницы. Ну зачем? Хотел забрать баллы у Давида, но не получилось. Там уже готовы именно и пропуска. Вить, ну не стоило власть. Мы с тобой здесь вместе погуляем. Мне лавиться на плязы. Но мы с тобой должны были поехать и кататься на крутых горках. Я хотел порадовать тебя. Я буду больше, Лада, когда мы смоем кетюп с твоей головы. Ну а как это сделать? Можно спасить у Кати. Катюс, твоя бабуля за всё знает. Можешь помочь нам? Чем смыть глазку с волос? А чего ты лысину ты красишь? Не помогай ей. Я отдам свой булгел с обедом. Набираю бабулю. Алло, Бам. Тут вопросик назрел. Как смыть краску для волос? Не, бабуль, я не красила волосы. Это для одной девочки узнать надо. Ну ты у меня такая мудрая, поэтому и обращаюсь к тебе. Угу. Да. Угу. Спасибки, бабуль. Чмоки-чмоки. Бабуля сказала, что нужно намазать волосы мёдом и замотать голову плёнкой. А что потом? Ну просто держите эту плёнку на голове как можно дольше. Можно даже с ней поспать. И на утро просто смывайте. А это точно слаботает? Погодь. Бабуля сказала, если это не поможет, то смыть краску точно поможет кефир. А что делать с кефиром? Сделайте кефирную маску и держите её на голове под утеплителем 2-3 часа. Блин, Ульяш, кефир и мёд можно взять только в столовой, но она пока закрыта. А в барах ничего кроме мороженого и коктейлей не подают. Вот бы нам немного денег, тогда бы мы смогли купить. Я знаю где есть деньги. На пляже. А где на пляже есть деньги? Люди кидают монетку в море перед отъездом. Ого, а зачем выкидывать деньги? Ну это традиция такая. Мит, Ульяш, пойдёмте на пляж. Спасибо, внучок, что помог мне донести сумки. Мне уже даже неловко, что я такая беспомощная. Пустяки, миссис Бетти. В вашем возрасте не положено носить такие тяжести. Вы такой же заботливый, как мой внук. Кстати, насчёт внука. Вы сказали то, что он серьёзно болеет. Ему нужна какая-нибудь помощь, может быть деньги на операцию. Можно откровенно с тобой? Конечно. Вы для меня уже как родная бабушка. Я чувствую то же самое, будто ты мой внук. И я хочу помочь, но не знаю как. У него случилась трагедия в жизни. Примерно пять лет назад он потерял семью. Его жена умерла на руках, а детей отдал в детдом, потому что испугался ответственности. Знала бы я, что он это сделает, то остановила. Но ведь никому не сказал. Привык решать всё сам. Какая трагичная история. А девочки-то такие красивые. Он мне показывал по фотографиям. Две близняшки. Может быть у меня, кстати, есть фотографии этих близняшек. Сейчас хожу, пронесу и покажу вам. Это фотоальбом. Посмотрите, какие красавицы. Подождите. Это что, Ульяша? Субтитры создавал DimaTorzok